сегодняшняя наша история будет украшена русским народным развлечением а именно бирюльками потому что очень многие события которые сейчас происходят стране да и в мире напоминают эту замечательную игру которая собственно говоря стоит в том что нужно вот эти маленькие штучки складывать в некий объем или вытаскивать из нее простеньким крючочком посмотрите как это делается а я пока вам скажу что происходит у меня на столе гиацинты выродившиеся сакура она должна быть розовая но мне белые здесь гиацинты рододендрон чтоб вопросов не возникал но теперь перейдем к сути наших сегодняшних развлечений дело в том что бирюльки они напоминают некоторые события которые происходят вокруг нас но например мы перекрыли границу с китаем очень хорошо бирюльку в баночку но при этом взяли зачем-то перекрыли границу с европой на перекрыли так плохо что все вернулись назад бирюльку взад то есть получается так что вроде бы и не работает то есть перекладывание бирюлик в одну и другую сторону происходит с особой интенсивностью интересно почему что было непонятно что нужно было срочно изолировать людей которые едут из европы изолировать их в специальных местах они расселять по домам или надо было чтобы возникло большое количество заразившихся или об этом не подумали просто другой вариант опять похоже на бирюличную игру в швеции и в белоруссии никаких карантинов нет при этом воз приехавший в белоруссию сообщил человечеству что это прекрасный правильный путь но возу быстро объяснили что он глубоко не прав и воз сказал что нет белоруссии все неправильно через пару здесь странно в швеции никакого карантина не ввели но там правда есть проблемы дело в том что там смертность выше почти в десять раз но зато выигрыш пенсионный фонд тоже бирюлечку туда бирюлечку сюда понятно а их причем это уже стало заметно поскольку стали подводить итоги эпидемии в европе и герберт кик или здесь задал парочку вопросов относительно того что творится с экономикой австрии и что творится карантином и поинтересовался зачем в машине в наморднике я уж не говорю про qr-коды все остальное выглядит это мягко говоря не как борьба с эпидемия как борьба за контроль над населением это кстати говоря все усиливает те эволюционные процессы о которых я с вами говорю потому что неизбежно при обострении такой ситуации в том экономической население будет нуждаться средствах и что приведет к неизбежной интенсификации искусственного отбора почему да потому что свободных денег больше не останется не хватает средств даже на то чтобы просто жить то есть покупать пищу тем более тех пытаются перевести значит на карточке самым принудительным образом то есть это все выглядит очень странно такая смесь где карантин выступает как повод а все остальное как инструмент для совершенно других целей кто же выигрыш и ну понятно что компьютерные компании которые будут предоставлять все я думаю большими колбасу с помощью экрана монитора а где же специалисты которые должны были это все предсказать запланировать все остальное ну во первых я уже говорил 10 лет методического уничтожения системы подготовки специалистов стране и превращение здравоохранения здравоохранения оно дало свои плоды и вот сейчас мы увидели что нехватка коек как раз то сам тех самых которых сокращали упорно на территории всей страны дала результат печальный да печальный придется восстанавливать до в три дорога да еще сложнее да а самое главное где специалисты где те самые врачи которые должны героически броситься спасать страну от к вида почему-то студенты медики не жаждут поинтересно почему они же пошли туда вроде как бы людям помогать или наоборот они интересовались не здоровьем размером кошельков болеющих то есть же очень интересный отбор есть люди конечно разные в разных местах на это тоже немного настораживает ну а что к чему это приведет в отношении эволюционных событий самых главных которые нас с вами собственно говоря интересует да очень просто то есть чем дальше доходит эта ситуация тем чем сильнее пытаются сохранить архаичные конструкции мозга которые сейчас этим всем руководят процесс тем хуже будет ситуация тем острее будет переход к новой системе искусственного отбора мозга то есть оказалось неожиданно что компьютерные люди то есть люди уже из этой генерации компьютерных мальчиков и девочек которые подходят к власти их казалось очень много это оказалось неожиданно именно компьютерные программы именно компьютерные проекты и сервисы выигрывают от этого они зарабатывают больше всего и с этим сделать ничего невозможное чем больше будет пытаться любители архаичных конструкций мозга тех самых которые сейчас контролируют все и вся привлекать систему электронного контроля на свою сторону тем быстрее закончится их сторона это совершенно понятно непонятно только им самим поэтому эволюция начнет сейчас очень интенсифицироваться искусственный отбор к сожалению это не пройдет так просто поскольку не будет хватать еды и не будет хватать еды остро чем самого главного а это значит что начнется опять в россии обычно это называется возвратной миграции то есть когда люди которые собирались на более доступную пищу на более доступные деньги в города начнут перемещаться в обратную сторону процесс уже начался но пока очень медленно пойдет быстрее когда не будет совсем лишних денег а их не будет и уже после этого всего их не будет совсем то есть будет очень сложная ситуация в том числе экономически которая простимулирует вот это вот смена архаичных конструкций мозга на конструкции сейчас востребованы то есть компьютерные компьютерно-цифровые скажем так с такой скоростью пойдет что это даст конечно некий результат и в социальной системе то есть урли лес рубит щепки летят естественно никто просто так из старых носителей архаичных конструкций мозга не сам не уйдет и не уступит места даже тем кого они сейчас выталкивают на поверхности поддерживают они не понимают что они работают уже не на них они работают на себя и на совершенно другое будущее поэтому очень интересно что будет происходить ближайшее время хотя ситуация абсолютно предсказуемо и никаких чудес здесь ждать не приходится к сожалению происходит то что описываю в книжке церебральный сортинг но на этот раз вот на чуть-чуть другому уровню я думал что это отложится на 5-7 лет но оказалось что нет к вид 19 сделал эволюционный подарок и мы можем посмотреть это воочию как это будет происходить я надеюсь что это происходит произойдет более-менее мирным путем и дальнейшей глупости не будут размножаться в геометрической прогрессии а пока могу вам посоветовать наслаждаться цветочками они кстати очень хорошо пахнут особенно гиацинт постарайтесь получить простые и доступные удовольствия пока они есть на этом до свидания а